Итак, тема сегодняшняя – это аюрведические фитопрепараты при витилиго. Сначала определение, собственно говоря, проблемы, которая имеется. Витилиго – это разновидность заболевания кожи, когда происходит уменьшение содержания меланина, потому что он разрушается, его количество снижается, и поэтому появляются такие пятна. Кожа теряет цвет, создаётся эффект белых пятен и пестроты. Есть много, соответственно, теорий, почему так происходит. И среди них, вот именно за счёт аутоиммунных процессов, считается, что происходит разрушение меланина. Значит, очаги поражения могут быть как одиночными, так и множественными. Чаще всего располагается витилиго на открытых участках кожи – лицо, шея, верхние и нижние конечности. Также считается, что эндокринные нарушения могут приводить к витилиго. Также после больших стрессов может обостряться заболевание. И, конечно, недостаточность содержания витаминов, особенности В12, цинка и фалатов. Это базовая причина, потому что, конечно, гораздо большей теории и, скажем, точно указать, почему возникает витилиго, на сегодняшний момент нельзя. Какие средства стандартного лечения, которые приняты уже на регулярной основе? Это разные гормональные и негормональные мази, причем с различным составом. Туда входят в основном синтетические препараты и метод фотохимиотерапии или пувооблучения. То есть, когда действует ультрафиолет и под его действием происходит компенсация заболевания. То есть, кожу восстанавливает свой прежний вид. Какие средства именно в натуральной медицине используются чаще всего? Конечно, необходимо восполнение витаминов, в особенности С, Е. Среди биологически активных веществ необходим коэнзим Ку-10. А в фитотерапии существует два растения аюролизических, которые чаще всего используются. Это кутки и псоролея лещинолистная. Сейчас как раз мы к ним перейдем более подробно. Итак, кутки или пикрориза. Это наиболее употребляемая трава, причине витилига. Кутки это многолетнее растение. Оно произрастает в Гималаях на высоте от 3,5 тысяч метров. Вот так вот выглядит, собственно, плантация кутки в Гималаях. Значит, в названии заложено, отражается то, что это горькое растение, содержит очень много горечи. И по-гречески пикрос, это значит горький. Это действительно одна из эффективных трав, но существует большой минус, поскольку эта трава находится под угрозой исчезновения. И потому что она произрастает высоко в горах, и, в общем-то, у неё не такой большой ареал, чтобы это было, скажем так, на промышленной основе. Вот состав веществ, которые, собственно говоря, и обуславливают её эффекты. Это горькое вещество куткин, которое представляет собой сочетание пикрозида-1 и пикрозида-2. Это базовые действующие вещества. И дальше в составе также есть вещества, которые и обуславливают, и среди них, кстати говоря, гликозиды горькие, которые обуславливают действия этого растения. Но в связи с тем, что действительно его сложно достаточно найти и сложно купить, возникает проблема с его применением. Следующее растение – это псоролея, лещинолисная, либо другие названия – это бабчи и бакучи. Используются семена, вот тут они представлены, и необходимо сделать оговорку, то, что это растение токсичное и, следовательно, должно употребляться только под врачебным контролем. Основное его действие – это улучшать репигментацию кожи. Псоролея содержит фумары-кумарины, кумистаны. Среди них активные действующие вещества – это псоролен и изопсоролен. Также в ней содержится, конечно же, целый ряд других веществ. Особенность применения псоролея. Во-первых, если это порошок, либо если это капсулы, то принимается до еды. Особенность применения также заключается в титровании дозы, то есть от минимальных и до максимально переносимых. И во время применения внутрь может быть расстройство кишечника. Также необходимо сочетать, как прием растения внутрь в виде порошка, либо капсул, и наружное, конечно, применение. Есть пасты, линементы, мази и масла. И самое распространенное – это масла. И масло из псоролея называется Рокхан Бабчи. Вот, выглядит оно следующим образом. Есть особенность тоже в применении. Необходимо начинать с одной капли на зону поражения. Затем смотреть, нет ли чрезмерного раздражающего действия на кожу. И в следующий день уже наносить две капли на зону поражения. И смотреть по переносимости и по достижению соответствующего результата. Также есть Бакучи в форме порошка и в форме капсул. Также, если не придерживаться, скажем так, рекомендованных доз, то может быть появление кишечных расстройств. Это можно компенсировать применением имбиря. 2-3 чайные ложки порошка имбиря запить водой, и тогда вот эти всякие неприятные явления могут быть компенсированы. И следующая особенность – это избыточная фоточувствительность. То есть, необходимо ограничить пребывание на солнце, потому что возможно появление солнечных ожогов. Собственно говоря, вот эти две травы являются базовыми в Аюрведе и используются чаще всего. Субтитры создавал DimaTorzok